Доброе утро, товарищи! В эфире Утренняя почта, и я Юрий Никодимов. Сегодня у нас в гостях музыканты группы «Батальон», гармонист Михаил и барабанщик Валерий. Доброе утро! Здравствуйте! Сразу я желаю, товарищ Никодимов. Как вы лихо, прямо армейски! Здоровайтесь! Сразу, видимо, группа «Батальон» пришла. Сразу такой вопрос, где именно вы служили в армии? Мы не служили. И вы не служили? Никак нет, товарищ Никодимов. Знаете, мне, и, конечно, нашим слушателям, очень интересно, очень интересно, как же так сложилось, что вы, музыканты группы «Батальон», которая радует всех наших советских слушателей, азитуты камчатки такими задорными, бойкими, патриотическими песнями, сами-то на самом деле не служили в армии. Как же так сложилось? Так сложилось? Исторически? Ну, подробнее все-таки можно. Пожалуйста, приказом районного обкома, комсомола, помытищем от 16 апреля 84-го года создать народно-патриотическую группу «Батальон» в составе... Ладно, ладно, дальше не надо, не надо. Товарищ, честный признак, мы здесь, в редакции «Утренней почты». Ну, немного в замешательстве. Мы ведь ждали, что и ваш лидер придет, не ваш солист. Он не пришел. Ну да, я тоже заметил. А где он? Он дома, товарищ Никодимов. Он из дома никуда не выходит. Как он тогда поет? Как дает концерты? По телеграфу. Как он вообще певцом стал? Вы невнимательный, товарищ Никодимов. Я уже сказал, что согласно приказу районного обкома комсомола... Ладно, поговорим о ваших песнях. Вечно я. Не стоя даже на те неожиданные факты, которые я сейчас узнал от вас. Ну, я все равно люблю ваши песни. Мне нравится ваша песня «С позаранку». Я когда-то там слушаю всегда «С позаранку» песню, «С позаранку». Что вы там весело обыграли. Оникдот про Штирлица. Штирлиц проснулся «С позаранку». «С позаранку» была румынская разведчица. Смешно. Или, например, ваша песня «Эхвы русские моряки». Она такая народная, такая русская, хотя в ней, знаете, и автор слов, и автор музыки. Но еще она такая морская. Люблю ваши песни дует ветер ветерок. Всегда езжу на работу в жигулях у меня в жигули. Служу песню дует ветер ветерок, и мне тоже ветер дует везде. Ну, просто потому что детали сварены плохо на заводе в Тольятти. Но я еще не критикую, потому что нас ничего критиковать нельзя. Ну, и еще люблю ваши песни Иван Сусанин. Вообще у вас такая песня хорошая, патриотические народы. Это же рок, советский рок это... Мы очень рады, что вам понравились наши песни. Так вот я же хотел задать вопрос. Знаете, вопрос, как вам удается писать такие патриотические, такие душевно-бодрые песни? Песни в нашем ансамбле «Батальон» пишутся согласно Пулану, утвержденному районным обкомом Комсомола. Это как вообще? То есть нам приходит распоряжение, что мы должны записать столько-то песен и на такие-то темы? Вот знаете, ничего ты от вас не добьешься. Никакого ответа. Вы как будто сами вот не из армии, а прямиком слубяночки. А вы следите за тем, что говорите, товарищ ведущий. Вас пусть всему Союзу это самое транслируют. Давайте я объясню. В прошлом плане было написано, что Ленина, например, нужно упомянуть 18 раз. Партию 44 раза, а слово «Родина» 148 раз. Да же вот как оказывается. И я вам замечу, что мы перевыполнили план. Ура! Ура! Что ж, товарищи, сегодня утренний, проще. У нас были музыканты группы «Батальон». И сейчас для вас прозвучит композиция «Батальон». Да, очень оригинальный, конечно. «Аттон». Да, очень оригинальный, конечно.